Всем доброе утро и всех с первым сентября. Сейчас 6, ой, 7.20, а я уже вышла и иду сейчас на учёбу. Это же для меня так непривычно, что я проснулась так рано. Что такое холод утром? Кошмар. Проснулась рано, собралась. Кстати, я прям чётко по своему вчерашнему графику. Вот я вчера подумала, что вот столько я встану, вот столько я выйду. Просто ровно, просто ровно вышло в это время. Сейчас вот иду, по идее мне ехать всего лишь час и три минуты, карта показывает. А также будет интересно узнать, во сколько я доеду. И потом скажу, обманула карта или нет. У меня сегодня именно уже не первое сентября, а мы уже учиться будем. Пары у нас есть. Это же уже не школа. Где первый курс был, мы пришли, у нас была посвятая студенты. Нам выдали студенческие, рассказали там всё. А в этом году всё. Выходим и учиться. Сандрюш, мы уже закончили учёбу. Сейчас пришли в команду. Покупаем еду какую-то. Вот ещё, наверное, наггетсы. Мы тут и возьмём. Приедем. А вот, кстати, нельзя такое, да? У тебя нельзя такое? Угу. У тебя же такое нельзя, правда? Выключи, пожалуйста. Короче, это всё, что мы купили. Наггетсы. Сейчас в духовке их приготовим, чтобы она не вредная была. Каша. Это надо сделать в коже. Понятно, всё распалось. Срок. Потому что это, чтобы вообще не вредная была. И всё-таки хочу попробовать этот новый. Это не оно? Да. Оно. Мы, короче, уже пришли к Андрею. Покушали. Всё, всё. Отучились сегодня. Было, кстати, классно. Я соскучусь за всеми ребятами. Поэтому... Ну, не то, что соскучусь за ребятами. Я даже соскучилась за учёбой. Поэтому я была очень счастлива, что мы вышли на учёбу. И... Не знаю. Первый день мне понравился. Я сегодня думала, что мы пойдём на физру. Но, типа, сегодня ещё была теория. И следующая пара, по-моему, тоже теория. У нас сегодня пары по 45 минут были. Завтра уже полноценные будут. Так что завтра уже будем учиться. Не знаю. Я скучала за парами. За тем, что пришла, такая, сидишь. Понимаешь, что ты здесь делаешь. Я скучала за этим. Ну, с Андреем ничего сейчас не делаем. Только лежим, потому что у Андрея болит живот. И плохо чувствует себя. Так что вот такие вот дела. А так вы весёлые вообще, ребята. Судя по моим влогам, это понятно взамен. Не, на самом деле, не знаю. Я не жалуюсь. Мне нравится. Просто обычная, спокойная жизнь. Так что вот так вот. Что мы дыню поели. Я тут сижу, упала на пол. В зёркало смотрю. Ай, боже. Бардак. У меня интернета, кстати, до сих пор нет. Я не знаю, когда будет. Потому что опять сказали, что будет сегодня. Но нам это говорят ещё с 27-го числа. Меня просто бесит без интернета сидеть. Ну, в принципе, нормально. Не жалуюсь. Вот я всегда пожалуюсь. А потом говорю, не жалуюсь. Кстати, я не снимала back to school. И снимать не буду. Потому что канцтоваров в этом году я немного себе покупала. Я себе купила по минимуму. Потому что у меня немного пар надо. Ну, короче, немного тетрадей даже было надо на пары. Плюс куча у меня канцтоваров ещё пооставалась. И они почти новые. Потому что в прошлом году я их покупала. Но где-то под конец года. Там всё позаканчивалось. Поэтому в этом году я ничего особо не покупала. Я, наверное, сегодня покажу. Но я купила такой тетрадь и ручку. Всякое такое. Ещё заказала вот ланчбокс. Он пришёл. Ещё заказала пенал в виде банана силиконового. Но он ещё не пришёл. Так что я ещё его жду, ожидаю. Ну, я просто ничего не заказываю. И я решила, что смысл делать это видео, если реально нечего показать. Ну, мне не надо было много покупать. Короче, я решила, что я не буду делать. То, наверное, если уже в следующем году надо будет кучу канцтоваров. Потому что уже позаканчивается всё, что у меня есть. Или, может, даже на второй семестр учёбы. Посмотрим. Не, наверное, я в следующем году уже сниму back to school. Потому что реально я ничего не покупала. Мне не надо было много всего. Фух. Я так проснула сегодня спокойно таким бодрячком. В 6.20 встала с кроватки. Пошла там, умылась, почистила зубы, начала собираться. В 7.20 я уже вышла. Ровно в 7.20 я вышла. Кстати, доехала я вообще за... Если в 7.20... В 8.13 я была на арсенальной. И дошла ещё, ну, короче, я доехала за час. Ну, час с чем-то, так же... Вообще круто. Мне понравилось. Мы устали, короче, стоять ждать. Решили перейти дорогу и сесть. Поэтому мы теперь сидим, ждём автобус. Что это? Понял. Как я там сделала? А ну ещё раз. Не, зубы. Это чувство, когда живая музыка. Это чувство, когда Андрей перед камерой. Мы приехали уже за Скаймола. Я в Скаймоле не снимала, потому что мы очень быстро ступились и успели на маршруточку и сразу уехали оттуда. Сейчас идём ко мне. Зайдёт Андрюша и потом пойдёт на автобус. Поедет домой. Блин, там такое небо. Я, конечно, понимаю, что сейчас оно не будет так выглядеть. Но вот я сейчас туда дойду на своё любимое место, с которого я всегда снимаю. Я всегда снимаю. Небо. Закат. Вот. Я покажу. Там, короче, просто такой градиент получается. Красный, оранжевый, жёлтый, салатовый, зелёный, бирюзовый, голубой и синий. Сейчас. Вот. Если получится. Если будет видно. Нет, ну тут не видно. Ну, блин. Короче, очень красиво на самом деле это выглядит. Я, короче, пришла себе, чтобы завтра на учёбу взять с собой. Рву. Вот это вкуснятина. Вот это круто. Всё, я уже, короче, пришла домой. Мы с Андреем посидели, чай попили. У меня остался ещё чай. Шо, его шо, мой я буду запивать? Обычно он мой выпивает весь чай. Он свой быстро выпивает, и мой начинает пить потом. Короче, так, что у меня тут два чая. Я сегодня пью шикуру просто. Мы попили чай, и он поехал домой. И уже 10.30, а я уже так хочу спать. Я сейчас буду монтировать влог. И иду в душ, и всё, я спать. Потому что я очень устала. Первый день так рано встала. Честно, я очень счастлива, что я вышла на учёбу. Я люблю учиться. Я люблю ходить на пары. Тем более, в школу я любила учиться ходить. Но здесь же у меня профильные предметы. То есть выдавный час вправо. Завтра у меня будет история... Сейчас даже скажу, как. Вот. Завтра у меня основы книгознавства. То есть это реально очень интересный предмет. И я очень счастлива, что наконец-то у меня так много профильных предметов. и это вдвойне интереснее учить, когда вот то, что тебя действительно интересует, ну, это то, что тебе не навязывает, а ты сам выбрал вот для себя профессию. И ты учишь, потому что тебе хочется. И я очень счастлива, что уже вот такое вот у меня счастье. Очень счастлива. Завтра у меня только три пары. Первый, вторая, третья. То есть первое в девять утра и все. В тринадцать-сорок заканчиваются пары и я свободна. Расписание, кстати, такое нормальное, не страшное, не ужасное. Короче, не знаю. Я всех поздравляю с первым сентября. И также поздравляю всех с первым днем осени. Уже лето прошло, каникулы закончились. Пора возвращаться уже в этот рабочий режим. Ведь скоро закончится университет и все, и уже будет взрослый режим всегда. Вернее, рабочий режим всегда. Взрослый режим. Взрослая жизнь. И будет рабочий режим всегда. будет отпуск какое-то время. А так уже будет режим. Всегда такой. У меня есть физкультура, я очень переживала, что у меня будет ее вести страшная женщина. Но Бог миловал просто и прислал нам все говорят, что очень классный преподаватель. он раньше преподавал в нашем вузе и опять вернулся. Все говорят, очень хороший, нормальный. Так что я счастлива. Но мы его сегодня не видели. У нас была теория. Естественно, первая пара всегда вводит в курс дела, что мы будем делать. Техника безопасности обговорится. Следующая тоже будет теория, потому что придет этот тоже преподаватель. И уже третья пара уже буду бегать на стадионе 100-метровка. Не 100-метровка, а там надо будет бежать реально на время, на короче дистанции, на время. Боже мой. Ну ничего. Физкультура очень полезная, предмет надо ходить. Не знаю, я очень счастлива. Не знаю, что я так радуюсь, что я вышла на учебу. Интернета нет. Первое число обещали 27-го включить, нормально живем без интернета. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.